Уважаемые господа, уважаемый господин проректор, прежде всего хочу поблагодарить вас, вашего уважаемого ректора, руководства университета за то, что предоставили возможность здесь, в ваших стенах, где учатся много сегодня азербайджанских студентов, провести такой вечер памяти, посвященный выдающейся женщине-азербайджанке, врачу-супруге первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, члена Политбюро ЦК КПСС Зарифе Азизданалиевой. Я неспроста назвал высокие должности и звания ее супруга Игоря Ильича Алиева, потому что это на человека, на семью налагало очень большую ответственность. В то время не было такого института первой леди, как вот сейчас принято встречать, говорить, составлять протокол, но быть супругой руководителя республики, это было тоже ответственно. Тем более, что Зарифа Азиздана работала, работала врачом, альтатмологом, заведовала большим отделением, лабораторией и очень много сделала, вот насколько я знаю, для искоренения трахомы в Азербайджане и других глазных болезней. И была очень внимательна и отзывчива к людям, особенно к молодым аспирантам, студентам. Она вокруг себя создала целую школу молодых врачей. Знаете, мне, наверное, в жизни очень повезло и посчастливилось, потому что я не раз общался с Зарифой Ханат. Дело в том, что она была очень интеллигентным, я бы сказал, творческим человеком. И, наверное, это шло от ее семьи, вот сегодня мы видели фотографии ее матери и отца. Отец был известным в Советском Союзе по тем временам очень известным партийным и хозяйственным деятелем. Дело в том, что в самое тяжелое время, в военное время, его направили руководить Дагестаном. Но Дагестан, вы знаете, что и сегодня очень сложный регион, и тем более в то время, когда началась война, и гитлеровцы рвались на Кавказ. И вот в то время именно Азиза Алиева послали руководителям Дагестана для того, чтобы стабилизировать обстановку и создать нормальные возможности для теловой работы во время войны. Это была очень большая ответственность и очень большое доверие. И сам Азиза Алиев мне тоже посчастливилось участвовать на Махачкале, на открытии его улицы, открывая мемориальную доску на доме, где он жил. Я был свидетелем того, как до сих пор практически в Дагестане с глубоким уважением относятся к его имени и к тем делам, которые он сделал работы в Дагестане. До сих пор память о его добрых делах живет в сердцах дагестанцев. И я хочу сказать, что время было тяжелое, время было напряженное, но тем не менее он сумел своим детям дать образование, привить им любовь к культуре и сделать их интеллигентными людьми. Кроме того, что можно быть образованным, можно быть хорошим специалистом. Вот это, как теперь принято говорить, человеческая химия в человеческих взаимоотношениях, она очень много чего решает. Вот Зариф Ханун была человеком, которая могла найти подход к любому человеку. И она была очень доброжелательна по своей сути. И поэтому люди к ней тянулись. Зариф Ханун является матерью нашего сегодняшнего президента. И, конечно, то воспитание, которое человек получает в семье, оно основоопределяющее, как мне кажется. И несмотря на прекрасное образование в ГИМО, в Москве, я думаю, что, конечно, свое воспитание основное, конечно, нынешний президент получил в семье от своей мамы, от своего папы. И поэтому, я думаю, что и здесь надо отметить большую заслугу Зарифа Азизны в том, что сегодня Игам Медач Алиев является президентом Азербайджанской республики, суверенного Азербайджана. Я хочу сказать, что с семьей Алиевой у нас сложились хорошие отношения, профессиональные, я имею в виду. Поскольку Академия Алиева, сегодня, как он сказал, она наша коллега, она настоящий профессионал, профессионал, который работал и боролся с Трахумой. Это была проблема Азербайджана, но не только Азербайджана, это была проблема всех остальных 15 стран, которые входили в Союз. Она боролась с Трахумой, и это проблема не только Азербайджана, проблема мировая. Она остается и до сих пор уже в своем домашнете. Она серьезно занималась профессиональными заболеваниями органов зрения, это докторская диссертация, и это проблема до сих пор. То есть это не национализированная какая-то проблема, и не национализированный человек. Человек, который работал на страну, работал на мир, хотя он был разделен, но тем не менее все прекрасно понимали, я знаю, что статьи Академика Алиевой заказывали из разных стран, продвинутых стран, европейских, американского континента и так далее. У нас в университете работает профессор Алиева, почетный профессор. Это тесно с нами связанный человек тоже с нейромоглазных болезней. И я хотел бы вот эту линию продолжить. Когда мы одевали мантию профессора, то в тот же день профессор Алиева передала чек на 2 с лишним миллиона рублей. И эти деньги были переведены в счет приобретения прибора, на котором тоже учатся 70 с лишним стран, представители 70 с лишним стран. Этот прибор, эндохирургическая установка, дорогая, стоит у нас в Центре непрерывного профессионального образования. И все студенты, начиная с 4-го курса, проходят в том числе и через этот аппарат. И, во-первых, об этом знают. Во-вторых, я думаю, мы договоримся, и господин Басов нас поддержит, это, наверное, либо портрет, либо табличка о том, что этот прибор от всего сердца был передан студентам, докторам, которые учатся в системе после дипломов, дополнительного образования. Это его автор, его источник. Сегодня мы как бы не только отдали дань памяти Гарифа Азизовны, но и хотели показать, что облик врача – это облик необычайно благородной личности, такой, как Зарифхану Малиева, может соединять в себе многие качества. Это и замечательный высокий профессионализм врача-оттальмолога, это и качества жены, супруги, матери. Наверное, в истории нечасто встречаются такие личности, которым бы довелось быть и супругой, и матерью президента. Именно такой личностью была Зарифахану Малиева. Мы отдаем ее светлой памяти и надеемся, что эти отношения, заложенные в частности ее между здравоохранением Азербайджана и России, найдут свое продолжение в будущем. Я очень рад, что в Москве удалось провести вечер, посвященный замечательному ученому, академику, прекрасной женщине, отзывчивому человеку Зарифахану Малиевой. Зарифахану Малиева сыграла и в моей жизни очень большую роль. Она была женой руководителя республики Гейдара Ильича Малиева, и она поддерживала всех тех 60-ников, которые стали появляться в культуре в 60-х годах в Азербайджане. Мне кажется, что надо всегда поддерживать память о таких людях. Великий поэт Кавказа Расул Гамзатов говорил, что если мы в прошлое выстрелили из пистолета, будущее выстрелит нас из пушки. Поэтому мы всегда должны помнить тех людей, которые закладывали фундамент наших сегодняшних отношений.